Святейший Патриарх Кирилл в сослужении иерархов Русской Церкви осветил Кафедральный Собор Казанской Иконы Божьей Матери в Ставрополе. Чин освящения главного храма Ставропольской епархии и первую божественную литургию в нем транслировали в прямом эфире наш телеканал и Вести Кавказ. А в первый день визита на Ставрополье предстоятель принял участие в Кавказском форуме Всемирного Русского Народного Собора, рассказывают наши коллеги. Предстоятеля Русской Православной Церкви в аэропорту Шпаковская утрапа самолета встречали митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл, губернатор края Валерий Зеренков, многочисленное духовенство, казачество и руководители государственных структур Ставропольского края. Для жителей Ставрополя визит патриарха поистине важное событие. Предстоятель Русской Православной Церкви не был в этих краях почти два десятилетия. Ранее Ставропольскую землю посещал патриарх Алексей II в 1994 году. Сразу после прибытия Святейший Владыка обратился к журналистам и отметил особое значение Ставропольского края. Ставропольский край и Северный Кавказ имеют огромное значение для жизни всего нашего народа, для жизни нашего государства, для функционирования многонациональной системы отношений, которая формирует и всегда формировала сам облик нашего Отечества. За несколько часов до прилета в Ставрополь Святейший Владыка присутствовал в Кремле на ежегодном послании президента Российской Федерации к Федеральному Собранию. Главным в послании президента в этом году патриарх считает приоритет человеческой личности. Обычно президенты делают акцент на экономике, на внутренней или внешней политике. В нынешнем послании акцент был сделан на самое главное – на человека, на человеческую личность, на формирование духовного, культурного, нравственного облика россиянина. Из аэропорта предстоятель Русской Церкви отправился на пленарное заседание Ставропольского форума Всемирного Русского Народного Собора. Форум объединил священнослужителей, общественных и религиозных деятелей, ведущих ученых со всей России и стран Закавказья. Надо совершенно честно сказать, ведь самое главное – не может Народный Собор сразу все перевернуть. Но очень важно начать движение, движение, которое оно и есть – к миру и согласию. Это дополнительный как раз толчок, это дополнительный заряд на пути к миру и согласия на Северном Кавказе. После краткой молитвы и благословения предстоятеля, митрополит Кирилл объявил пленарное заседание открытым. Позвольте на этом считать наш Ставропольский форум Всемирного Русского Народного Собора открытым. Обращаясь к участникам форума, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил, что особое внимание нужно обратить на русский народ. Я не случайно делаю акцент на русском народе. Не потому, что русский народ лучше или хуже других, но потому, что он является действительно скрепой многонациональной общности, сформировавшейся здесь на Северном Кавказе и, собственно говоря, являющейся фактом для всего пространства исторической Руси. В ходе форума обсудили вопросы, которые волнуют жителей нашего региона. Это значение традиционных религий в укреплении мира и стабильности в регионе, роль казачества на Кавказе, историческая и культурная роль православного христианства в нашем округе. Такого разнообразия культуры и языков, как в нашем регионе, трудно найти где-либо еще. И мы воспринимаем это как свое большое достояние. Конечно, в большой семье всяко бывает. В силу географического положения край воли и неволи всегда оказывается в центре межнациональных диалогов, а порой и проблем. Но мы все в первую очередь граждане Великой России и хотим, чтобы она была сильной, стабильной и безопасной. На форуме обозначили направление дальнейшей работы. В первую очередь это укрепление славянской культуры и предотвращение оттока русского населения. Важная роль отводится казачеству, которое, по мнению участников форума, способствует миру и согласию на Северном Кавказе. Отныне отделение Всемирного Русского Народного Собора будет работать на базе Ставропольской митрополии. Сразу после открытия форума святейший владыка отправился в Андреевский собор – один из старейших храмов Ставропольской и Невиномысской епархии. В храме отслужили все ночные обдения накануне престольного праздника. В соборе собрались студенты и преподаватели Ставропольской духовной семинарии, а также воспитанницы Регинской школы. На этом завершился первый день первосвятительского визита патриарха Кирилла на Ставрополье.